ребята привет сегодня по универсалам сегодня с нами toyota филдер vxb гибридной и honda джей также на гибриде и сегодня нам нужно понять кто из этих компакт универсалов интереснее ребят давайте начнем с технической части этих автомобилей они у нас практически идентичны у нас филдер в кузове nks 165 я напоминаю тем кто не особо в курсе что в этом кузове есть это мотор 1 nz на 74 лошади и гибридная установка передний привод планетарка соответственно трансмиссия у нас мы уже делали обзор на подобный филдер с пробегом сто семьдесят восемь тысяч это также был vxb то есть как бы toyota позиционирует эту машину вообще спортивная версия филдера то есть скорее всего ее покупает какой-то молодой японец но и наверное ездит быстро по хайуэм гибрид сервис подтвердил то что у нас вообще батарея была в очень хорошем состоянии требовался лишь комплекс за 10 тысяч рублей там убрать какие-то окислившиеся моменты и все в общем для филдеров как и для prius а вообще и для toyota гибридных то есть пробеги по 200 вообще не страшны по toyota у них на аукционе встречаются пробеги до 400 тысяч у филдеров и даже не гибридных то есть пробег 300 плюс встретить на аукционах прям можно особенно там в тринадцатом четырнадцатом году машин дат производства то есть 300 плюс видно бегают между городами либо возят коробки по городу вот ли просто для семьи используется прям каждый день машина и есть большие пробеги в общем технически я считаю филдер это очень надежная машина мы сейчас проедемся но я знаю то что в низах она очень медленная но так настроен мотор так toyota выбрала настройку данных автомобилей что аку что плюс 30 на низах они не едут давайте посмотрим джейд honda джейд я сначала думал что они обладают полностью технически идентичными агрегатами как у фита gp5 потому что здесь у нас мотор лэп который идет на везель на gp5 на gp6 на шаттлах сейчас он идет он идет на джейдах у него 131 лошадь и гибридная установка на 22 киловатта единственное отличие смотрите у фита 110 лошадей на таком же полутора литровом моторе а здесь 131 это все дело впрыски здесь он прямой на фите он не прямое поэтому здесь больше лошадей я думаю здесь лошадей больше для того потому что у нас все-таки это уже не маленький хэтчбэк honda fit а все-таки это уже джейд более еще 6 местный и машина весит больше габариты больше поэтому сюда нужно побольше порезвее мотор гп5 фиты вот эти джейды и прочие машины которые у них это шаттлы у которых стоит мотор лэп у которых вот этого 22 киловаттная гибридная установка робот трансмиссия здесь у нас робот как и на шаттли как и на гибридных фитах как и на везеле этих машин вы не встретите 300 плюс на аукционе то есть они просто не проезжают я думаю из-за того то что на низах honda едет очень хорошо на середине она едет очень хорошо то здесь 131 лошадь у филдера 74 лошади здесь вы получаете быструю езду в начале за это вы платите точнее хозяева этой машины которых будет несколько штук в итоге конечный пользователь заплатит заменой робота заменой там я не знаю гибридной установки может быть что-то будет с мотором эти машины не бегают 300 плюс поэтому если вы хотите купить что-то от honda fit и вот эти все модели которые перечислял у которых полторашка гибрид робот обязательно покупайте только с известным пробегом если вы не знаете пробег вы можете купить машину с большим пробегом и попасть на замену какого-то серьезного дорогого агрегата мой вам совет пробивайте эти машины все покупайте бушным пробивайте пробег не знаете пробег не бьется по статистике не покупайте у тойота королла филдер конечно же разнообразие больше но это идет все равно базовая модель у тойоты в масс сегменте поэтому здесь вы найдете полторашка плюс вариатор передний привод вы найдете полторашку полноприводную вы найдете гибридную версию нкс 165 также на 1нz есть комплектация вот как у нас аэро vxb которые есть в спортивном стиле это есть обвесы другой салон другая фара другая оптика в общем визуал вообще весь другой настройки мотора настройки планетарки и вообще как он едет все то же самое 74 лошади ребят давайте пройдемся по внешности наших компактных универсалов все-таки внешность honda jade мне нравится больше я вам честно признаюсь потому что мне нравится вообще как они сделали морду это сейчас у хонды очень красивые фары решетка не очень но в целом морда мне очень нравится еще у нас цвет такой черный насыщенный вот эти уширения на крыльях они мне напоминают немного крауна как у него тоже немножко на передних крыльях в районе арок чуть-чуть пошире идет кузов и из-за этого конечно передняя часть автомобиля выглядит очень красиво вообще по-другому то есть не по-караловский крыша идет выше по всей длине кузова чем у короллы из-за этого конечно же у нас honda jade выглядит помассивнее чем toyota corolla филдер и естественно это только в плюс задняя часть honda jade мне очень нравится стопы ну они двойные заходят на заднюю крышку немножко конечно стара в старом стиле я скажу сделаны но у задней части есть очень интересный элемент дизайна который мне нравится это наверное как у панамеры то есть заднее крыло идет с таким от отступом то есть такая небольшая как бы полочка это делает машину сзади вообще на другой уровень вроде бы дизайнерский ход такой простенький но машина совершенно по-другому воспринимается и все-таки правильно говорят что это продолжение honda stream завода у хонды джейд идет очень много интересных цветов если филдере это у нас будет белый черный серый синий и красный а те же самые вроде бы цвета но с другими подтонами и в общем более широкие интересные выборы ребят филдер случайно у нас оказался на стоянке вместе с джейдом он вчера растаможился поэтому мы не успели у помыть и мне вообще утром пришла эта идея то что рядом среда можно поставить филдер поэтому он не мытый но мы-то знаем с вами по предыдущем нашего обзора что это очень красивая машина toyota corolla филдер аэра tower визби это особая серия филдеров и также она есть у toyota corolla аксио это у нас другая внешность нас тонированная фара у нас есть клыки вообще весь обвес круг у нас другие колеса идут графитового цвета с завода у нас идет другой салон под спорт сделаны нас идет плавничок нас идет спойлер накладки на задний бампер в общем машина куда интереснее чем просто штатный обычный филдер внешность филдера мне очень нравится кузов у него обычный но от базового филдера взят honda джейд не имеет каких-то особых комплектаций как vxb у филдера и я вам скажу так я бы честно говоря бы я выбрал бы джейда он шире он выше него кузов выше он смотрится из-за оптики задней передней из-за вот этих полочек на задних крыльях он выглядит более массивно более грациозно да у него нет обвесов да у него фара с голубоватым отливом которая не нравится очень многим мужикам и в аккордах то же самое сделано что есть голубоватый чуть-чуть цвета в оптике многим не нравится но визуал это на вкус кому-то одно кому-то другое ребят салон honda джейд также удивляет очень большой туннель приятные кнопочки которые сделаны наверное из материала чуть-чуть попроще чем в аккорде кожаный руль здесь у нас есть круиз в общем фишки которые вы оцените у honda джейд это большой туннель который с моим ростом даже вот еще если пониже вот вы прям не маленький подлокотничек как у филдера которые прям я не знаю под какой-то женский локоточек прям очень большой сюда можно положить телефон все вот эти углубления не прорезинены то есть ничего не будет скользить приятные кнопки все просто все интуитивно понятно не надо залазить компьютер самое главное это все-таки приборная панель немножко похоже все-таки на фитовскую вообще приборку но она сделала по-другому очень жирный шрифт большой я уже ездил на этой машине и я без проблем я просто чуть-чуть опускаю взгляд вниз и я вижу какая у меня скорость что там вообще происходит с мотором зарядка разрядка батареи какой у меня расход разные цвета применены не бьют в глаза как-то в общем очень приятно ничего не раздражает ребят самая главная фишка джейда и отличительная особенность капитанский сзади два сидения поначалу честно говоря непривычно а потом когда ты отодвигаешь вот так вот креслица когда ты вот здесь вот так вот ручку дергаешь и можно ехать очень комфортно практически как 222 mercedes когда у них тоже задний ряд разделен в общем реально очень удобно еще есть третий ряд сейчас я на него залезу сейчас я посмотрю как там вообще себя можно чувствовать но если вы ездите втроем если вы ездите там максимум вчетвером это решение очень интересное и себя чувствуешь очень комфортно на таком кресле кожаные вставки посередине тряпка не очень приятная к это слишком текстурно вот но в принципе решение очень интересно так ну попробуем настали такие времена когда вам нужно будет перевести людей более чем четыре человека не вариант по крайней мере высоких людей нужно садить обязательно вперед здесь невозможно ехать то есть на дальнее расстояние куда-то поехать на тысячу километров путешествовать это вообще не вариант но здесь есть ручка здесь есть подстаканники здесь есть ремни для третьего ряда здесь есть панорамная крыша можно на звезды смотреть даже вот сделанные форточки салон toyota corolla филдер в xb отличается от классического салона филдера рулевое колесо у нас спортивная у нас под карбон сделаны панели но как и в обычных филдерах но у нас на дверных картах также еще и карбоновые вставочки у нас здесь самое главное это сделаны ковши прям хорошие ковши реально с боковой большой поддержкой здесь у нас белая строчка здесь у нас селектор сделан также в цвет салона в черный стиль потолок у нас светло-серые стойки у нас светло-серого цвета у нас как гибридной любой версии филдера у нас сделан такой вот окошечко справа где мы видим еще всю статистику как мы ездили там есть какие-то награды лучшие дни когда мы лучше всего ездили вот допустим на этом филдере это было 7 марта 2016 года то есть практически три года назад у него 51 километр на литре был очень хороший показать то есть хотя автомобиль 2014 года салон сделали по-другому необычно и те деньги которые вы переплачиваете за комплектацию vxb я думаю они оправданы то есть у вас реально все поинтереснее чем в обычном филдере 165 кузове подлокотник конечно не как у honda джейд просто обычная тряпка маленький но он открывается туда можно какие-то мелочи подстаканники в общем сам большой плюс это то что есть ковши есть вставки под карбон есть белая строчка и все сделано в черном стиле здесь у нас я еще нахожусь здесь японец видно перед продажей машину привел в порядок здесь пахнет японской полиролькой нету пыли нету грязи все чистенько будет очень приятно клиенту сесть в этот автомобиль первый раз ребят я на этот маленький тест драйв взял свою коробку с парой отца я которая ко мне приехала из японии она очень большая то есть тут еще было много картона многих тагланас много всяких вот таких вот пупырчатых пакетов в общем смотрите фильтр залазит коробка без проблем то есть задний ряд не надо опрокидывать никуда но в случае чего мы можем еще прокинуть задний ряд напоминаю это вот здесь делается с ручки и он у нас падает и мы можем здесь еще таких коробок провести целую кучу в общем прям грузовая версия так ну что давайте эту здоровенную коробку попробуем засунуть honda джейд так как у нас капитанские сиденья но все равно место много даже не так не залезет по диагонали ну конечно я вам скажу так honda джейд поменьше приспособлен под какие-то перевозки а это все у нас да ну вот все у нас ряд не откидывается в общем рассаду на огород вам придется возить в два раза наверно два раза кататься вот но в общем я назову все равно honda джейд универсал то есть какие-то пакет с магазина какой-то не знаю комплект лыж сноуборда по центру у вас все залезет и все-таки решение с двумя капитанскими кресла мне очень нравится потому что коробки я думаю все равно вы поменьше возите чем людей в салоне и вот это решение с капитанскими кресла мне нравится больше ребят по ощущениям от езды филдере принципе очень все приятно из-за более низкой резины чем в гражданской версии не спортивное ощущение от рулежки и о том как он стоит на дороге конечно же получше из-за этого и более резкий руль в общем ну что можете себя почувствовать в вообще водителем спортивного какого-то автомобиля ковши конечно же сразу же ощущаются и потом когда садишься в обычное кресло что-то не только не хватает реально поддержка работает ковши хорошие реально глубокие у хонды они тоже делают немного ковши-образные сиденья но конечно же в xb все намного серьезнее ручник правильный тру с рулем приятное ощущение вы на мониторчик можете вывести самые разные данные я постоянно вывожу как мне работает батарея с бензиновым мотором откуда идет усилия в колеса шумки нету я слышу мотор я слышу что происходит под колесами мы едем по асфальту как только если мы на какой-то легкий гравий будем выезжать то мы сразу же это все услышим но и по мягкости ходовки я скажу так то что угоду управляемости они конечно же сделали его жестким и поэтому комфорта в плане ходовых качеств здесь меньше когда ты садишься в джейд по ощущениям от езды все по-другому внизу он более подрывной но это робот это все-таки 131 лошадь сравнение с 74 лошадьми которые филдере по ходовым качествам джейд мягче и у него сзади многорычажка в отличие от балки которая стоит филдере в общем по езде джейд ну куда интереснее забыл также вам сообщить что honda джейд модель с усовершенствован блоком вот этим который отвечает за движение за полосой полосу следить там особо много не нужно вкладывать денег в эту технологию а вот они проработали и как утверждают что тут вообще новое поколение камеры которая следит за пешеходами и следит за препятствиями ну и соответственно за машинами в потоке впереди вас ребят цены на эти автомобили honda джейд начинается из японии с пробегом до 100 тысяч с оценкой 3.5 р к где-то может быть будет замененный багажник в общем нормально машина можно себе купить цены начинаются от 780 тысяч это для жителей дфо без глонасса во владивостоке на дроме эти автомобили самый старт 960 тысяч рублей возможно когда выйдет этот ролик будут подешевле вариантов может даже и подороже на дроне но сам факт если вы хотите сэкономить в районе 200 тысяч рублей закажите его из японии цены на тойоту королу филдер смотрите 165 кузов это полтора рашка гибрид передний привод самый старт от 720 тысяч рублей за живые нормальные варианты пробег где-то 80 90 100 тысяч это я вам говорю цену не за комплектацию vxb vxb то есть если вы хотите офис но в общем такой же машина которая стоит за меня цены начинаются от 780 это прям самый старт у вас будет пробег 150 vxb реально ценится и поэтому купить прям дешево вас не получится вообще по-хорошему на данный автомобиль нужно иметь бюджет 800 плюс но тогда встает резонный вопрос а почему бы мне не взять тойота приус альфа если у вас есть 850 870 давайте уже вам посмотрим альфу если вы все таки хотите спортивный филдер готовьте от 780 тысяч на комплектацию aero tower vxb ребят мне было очень интересно показать вам два этих автомобиля потому что на рынке левого руля ничего подобного нету подобных габаритов подобных технологий гибридные технологии какой мотор стоит по надежности какая у них трансмиссия какая внешность какой салон и что самое главное какой бюджет этих автомобилей вы ничего не найдете в левом руле и цель вообще наших видео нашего канала это наверное показать людям что есть альтернатива тому что нам предлагают официалы что нам предлагает российский автопром какие я даже честно говоря не знаю я знаю вот лада x-ray какая то есть честно говоря больше ничего на ум не приходит и в голове даже не рисуются никаких картин вот я рад вам показать альтернативу всему этому что продается у нас и продвигается по рекламе на тиви и так далее хорошие технологичные красивые машины в доступном бюджете если хотите себе прикупить какой-то семейный минивэн автобус вообще без разницы что-то для эмоций погонять япония вам предложат широкий выбор хотите что-то прикупить звоните нам ребят поставьте лайк подпишитесь на канал у нас еще будет много машин разных направлений конструкторы целые автобусы и так далее подпишитесь пока